Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Мюзляк-Полонский и Кер под номером 734. Нас просто разложить на множители трех член, выделив предварительно квадрат двучлена. Итак, под номером 1 х квадрат минус 10х плюс 24. х квадрат это квадрат первого выражения. Тогда минус 10х это минус удвоенное произведение первого выражения х и второго выражения 5. И тогда нам еще нужно второе выражение в квадрате. 5 в квадрате это 25. Но у нас 24, поэтому вычитаем единичку. х квадрат минус 2х умноженное на 5 и плюс 25 это квадрат разности двух выражений х минус 5 в квадрате. и минус 1. 1 можно представить как 1 в квадрате, потому что 1 в любой степени это 1. Но зато теперь мы хорошо видим разность квадратов двух выражений. Первое выражение х минус 5, а второе 1. Произведение будет у нас разности этих выражений и суммы, потому что разность квадратов это произведение разности и суммы этих выражений. х минус 5 первое выражение минус второе выражение 1. х минус 5 первое выражение плюс второе выражение 1. Ну и теперь осталось привести подобные слагаемые. В первых скобках будет х, минус 5 и минус 1 это минус 6. Во-вторых, х переписываем, а минус 5 плюс 1 это минус 4. Все, мы с вами разложили на множители трехчлен, выделив предварительно квадрат двучлена. По номерам 2. А квадрат плюс 4а минус 32. У нас уже есть квадрат первого выражения, а в квадрате. Есть удвоенное произведение первого на второе выражение. 4а можно представить как 2 умножить на а и умножить на 2. И тогда для квадрата звучи на нам нужен квадрат второго выражения. 2 в квадрате это 4. У нас минус 32, поэтому вычитаем 36. 4 минус 36 это как раз и будет минус 32. И тогда у нас есть квадрат суммы двух выражений, а плюс 2 в квадрате. И минус 36, а 36 это 6 в квадрате. Таким образом мы с вами получили разность квадратов двух выражений. Первое выражение а плюс 2, а второе 6. Разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений. Первое выражение а плюс 2 минус второе выражение 6. И сумма этих выражений. Первое выражение а плюс 2 плюс второе выражение 6. Ну и осталось упростить выражение в скобках. А переписываем 2 минус 6 это минус 4. Во вторых скобках а плюс 2 плюс 6 это 8. А минус 4 умножить на а плюс 8. Под номером 3. b квадрат минус 3b минус 4. У нас уже есть квадрат первого выражения, b в квадрате. Тогда минус 3b это удвоенное произведение первого выражения на второе. На что нам нужно умножить 2, чтобы получить 3? На 3 вторых. И тогда нам нужен квадрат второго выражения. 3 вторых в квадрате это 9 четвертых. У нас с вами нету 9 четвертых. Вычтем. И еще минус 4. И тогда мы получаем с вами квадрат двучлена b минус 3 вторых в квадрате. А минус 9 четвертых и минус 4 это минус 4,4 прибавляем 9 четвертых. Это будет 16 четвертых плюс 9 четвертых 25 четвертых. А 25 четвертых это 5 вторых в квадрате. Мы потом с вами ниже запишем это. И тогда у нас с вами разность квадратов двух выражений. Первое выражение b минус 3 вторых, а второе 5 вторых. А это равно произведению разности этих выражений и их суммы. b минус 3 вторых и минус 5 вторых это разность выражений. Умножаем на b минус 3 вторых плюс 5 вторых. Это сумма этих выражений. Упростим. В первых скобках b минус, складываем модули 3 вторых плюс 5 вторых это 8 вторых, а 8 вторых это 4. Умножить на b минус, минус 3 вторых плюс 5 вторых. Результат получится положительный. А теперь из 5 вторых вычитаем 3 вторых. Это будет 2 вторых, а это 1. Итак, как мы с вами минус 9 четвертых сложили с минус 4? Мы минус 9 четвертых сложили с минус 4 умножили на 4, 16 четвертых. Минус вынесли за скобки, модули сложили. 9 четвертых плюс 16 четвертых. Знаменатель 4, сумма числителей 9 плюс 16, 25. Так мы с вами получили минус 25 четвертых. Под номером 4. 4а квадрат минус 12а и плюс 5. Выделим квадрат двучлена. 4а квадрат это 2а в квадрате. Таким образом у нас уже есть квадрат первого выражения. Дальше должно быть минус удвоенное произведение первого выражения 2а. Получаем 4а, а нам нужно 12а. Значит нам нужно еще умножить на 3. И плюс квадрат второго выражения. Второе выражение у нас 3, 3 в квадрате это 9. Смотрим, а у нас плюс 5. Значит нужно вычесть еще 4. И тогда 2а квадрат минус 2 умножить на 2а умножить на 3 и плюс 9. Это квадрат разности двух выражений. 2а минус 3 в квадрате. А минус 4 можно записать как минус 2 в квадрате. И теперь мы получили с вами разность квадратов двух выражений. Первое выражение 2а минус 3, а второе 2. Разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений. 2а минус 3 и минус 2. И 2а минус 3 плюс 2. Упростим выражение в скобках и получим 2а минус 5 умножить на 2а минус 1. Под номером 5. 9х квадрат минус 24ху и плюс 7у квадрат. Выделяем квадрат двучленом. 9х квадрат можно предоставить как 3х в квадрате. Тогда минус 24ху это удвоенное произведение первого и второго выражения. Минус 2 умножить на 3х. Первое выражение у нас 3х. Это 6х. И нужно еще умножить на 4у. Тогда мы получим минус 24ху. И поскольку мы с вами выделяем квадрат двучлена, то нам нужно еще квадрат второго выражения. 4у в квадрате это 16у квадрат. А у нас с вами 7у квадрат. Вычитаем 9у квадрат. И тогда 16у квадрат минус 9у квадрат. Это и будет 7у квадрат. Зато мы с вами выделим квадрат разности двух выражений. 3х минус 4у в квадрате. Минус. А 9у квадрат можно представить как 3у в квадрате. Потому что 9 это 3 в квадрате. И опять мы с вами получаем разность квадратов двух выражений. Первое выражение 3х минус 4у. Второе выражение 3у. Разность квадратов двух выражений равно произведению. Разности этих выражений и их суммы. Первое выражение у нас 3х минус 4у. И вычитаем второе выражение 3у. И сумма этих выражений 3х минус 4у. Первое выражение. Плюс второе выражение. Плюс 3у. Упростим. Приведем подобные слагаемые в скобках. 3х минус 4у и минус 3у, минус 7у. И во вторых скобках. 3х минус 4у плюс 3у. Это будет минус у. И осталось под номером 6. 36м квадрат. 36м квадрат минус 60м и плюс 21м квадрат. Выделяем квадрат лучей на 36м квадрат. Это квадрат произведения 6м. Потому что 36 это 6 в квадрате. Если мы 6м возведем в квадрат, мы как раз и получим 36м квадрат. Тогда минус 60мн это удвоенное произведение первого выражения 6м. И теперь смотрим, на что нам нужно еще умножить, чтобы получилось 60мн. На 5n. 5 умножаем на 2, 10. 10 умножаем на 6. 60 и мн. И тогда нам нужен еще квадрат второго выражения. 5м в квадрате. 5м в квадрате это 25м квадрат. А у нас 21м квадрат. Поэтому вычитаем 4м квадрат. Получаем с вами 6м минус 5м в квадрате. Квадрат лучей на мы выделили. И минус, а 4n квадрат можно представить как 2n в квадрате. Потому что 4 это 2 в квадрате. 2 в квадрате умножить на n в квадрате. Это квадрат произведения 2n. И теперь перед нами разность квадратов двух выражений. Первое выражение 6м минус 5n. Второе 2n. А это равно произведению разности этих выражений и их суммы. Первое выражение 6м минус 5n. Минус второе выражение минус 2n. И 6м минус 5n первое выражение. Плюс второе выражение плюс 2n. И теперь упростим выражение в скобках. Приведем подобные слагаемые. 6м минус 5n плюс 2n это 7n. И во вторых скобках 6м минус 5n плюс 2n минус 3n. Все, мы справились с вами с заданием. И разложили на множители все трех члены. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо.